Наши подписчики и случайные читатели нашего портала, пользователи нашего портала Экзегет задают вопросы, и мы пытаемся на них ответить. В Евангелии от Матфея, в 27 главе, в 19 стихе, передаются слова жены Пилата. «Не делай ничего праведнику тому, потому что я ныне во сне много пострадала за него». И вот вопрос. Как пострадала жена Понтия Пилата за Христа? Мы не знаем, как пострадала жена Понтия Пилата за Христа во сне. Мы можем только предполагать. До нас доходит повествование о жене Пилата как Клавдии Прокулы в апокрифическом Евангелии Никодима, более подробно говорится об этом событии, и в разных христианских источниках, которые, в общем-то, исторически не были подтверждены, но которые имеют непосредственное отношение к устному преданию. Одно из таких устных преданий – это письмо жены Пилата, Клавдии Прокулы, к своей подруге Фульвии, где она описывает встречу со Христом у начальника синагоги Иаира и его жены Соломии, которая потом следовала за Христом. И эта встреча, она, в общем-то, определила многое. Многое она уверовала во Христа. Мы помним, что эта встреча была воскрешение дочери Иаира, когда Христос воскрешает дочь начальника синагоги. И вот с этого момента жена Понтия Пилата, Клавдия Прокула в предании повествуется, что она стала тайной христианкой. Это событие было, в общем-то, совершенно нормальным для того времени, когда жены высокопоставленных людей, в том числе, в общем-то, и римского управителя, иудея Понтийского Пилата, проявляла религиозный настрой, сначала как иудейка, живя в этом обществе, а потом уже как христианка. И вот она повествует о том, что когда на судилище привели Христа, то во время дневного сна она, видно, пережила какое-то сильное потрясение. Потрясение, о чём сообщила своему мужу. Видно, этот сон был особый сон, сильно отличающийся от других снов Клавдии Прокула. И страх, в общем-то, был наведён на неё. Она поспешила к мужу, сказала, но грех Пилата был в том, что он, в общем-то, имея возможность как руководитель, как, в общем-то, распорядитель всего, умыл руки. И с того, в общем-то, момента, вот это, я умываю руки, мол, я к этому не причастен, хотя Пилат имел полную власть отпустить или судить Пилата Христа, но, испугавшись, что о нём будет донесено в центр, он говорит, что как хотите, так и поступайте. Жизнь человека, а в данном случае жизнь самого Бога, для Пилата была совершенно не важна, для него важно было его положение. Мы знаем, что в греческой церкви Клавдия Прокула канонизована, она пострадала как мученица, и в эфиопской и копских деноминациях христианства и понтий Пилат, и Прокула являются святыми. Хотя наше предание говорит о том, что Пилат повесился, не пережив, в общем-то, этого изгнания. А в русской традиции очень интересно сложилось много фольклорных песен, где Пилат предстаёт тем персонажем, который до сих пор, скажем так, в ужасе и страхе, непрекаянный слоняется по этому миру только из-за того, что проявил малодушие по отношению к самому Христу. Но, повторюсь, это народное творчество. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok